Музыка Здравствуйте, уважаемые телезрители! Как-то незаметно, но уже закончился первый полевой месяц дачного сезона. Ну, я думаю, никаких природных катаклизмов не было. Погода была аналогичная маю прошлого сезона. Так что будем продолжать активно работать на наших участках. Ну, а какие виды работы желательно сделать в эти дни? Давайте поговорим подробнее. Музыка В саду наступила замечательная пора. Пора цветения яблони. Ну, раздается такой запоминающийся аромат, настоящий яблочный. Хочется постоянно его вдыхать. Но, в принципе, нам надо подумать, как затем спасти будущий вырожай. Это сорт малинка, цветет великолепно. Опыляться будет за счет другого какого-то сорта, соседнего участка, потому что вторая полкультурка у нас еще молодая. Но цветение исключительно обильно. Видно, как пчелы летают и опыляют цветки. Кстати, опылять могут не только пчелы, но, например, и обычные комнатные мухи. В настоящее время мы ни в коем случае с вами не применяем никакой даже биологический препарат для защиты яблони. Дело в том, что после цветения, начнется уже во время цветения поражение яблонной моли-листоверкой, сворачиваются листья, и затем бабочка яблонной плодожорки откладывает яйца, и из-за чего получаются червивые плоды. Поэтому в настоящее время ждем конца цветения, готовим, естественно, опрыскатель и приобретаем соответствующий препарат. Препараты могут быть инсектицидного действия, например, искра, искра золотая, кинмикс и их аналоги. Выбор препаратов огромный, просто нужно их иметь в нужный момент. Если вы запоздаете с обработкой против этих вредителей, то, я думаю, хорошей продуктивности яблони в этом году не проявят. Если яблони только начинают цвести, то косточковые породы, в частности войлочные вишни, уже отцвели. И что мы наблюдаем в этом году? Продолжительная суровая зима все-таки повлияла отрицательно на вишню войлочную. Вот этот куст у нас года три назад уже вымерзал, затем он восстановился полностью, давал урожай. И вот, как видим, много ветвей, просто не имеют ни листьев, ни цветков. Или вот просто несколько листочков. Для сравнения, вторая вишня, которая закрыта с северной стороны, у нас преобладает все-таки северо-западная ветра, она, пожалуйста, почти полностью жива и здорова. И обильно будет подносить. Что делать? Ну, этот куст, в общем-то, молодой. Его можно оставить, он быстро восстановится. И некоторые ветки есть и более-менее живые. Поэтому берем хороший инструмент, прежде всего секатор и садовую ножовку, и смотрим. До одного сантиметра диаметра мы удаляем ветви секатором. Вот эта ветвь, например, ну что, ради пяти листочков, конечно, держать смысла нет. Эта ветвь, ну и так далее. Ну а более одного сантиметра диаметра применяем садовую ножовку. Вот я считаю, что эта ветвь, несмотря на то, что на ней, может быть, там несколько листочков есть, нужно вырезать до основания, потому что уже она погибла практически. Кстати, на поперечном срезе видно, вот здесь зеленого цвета нет. Действительно, вот погибший ветвь. Поэтому берем хорошие инструменты и внимательно осматриваем кусты вишни войлочной. И все, что погибло за счет подмезания, нужно вырезать. Ну и советую, если куст очень старый, и он подмез, лучше его выкорчевать, заменить на новый или же вообще посадить новую, какую-то другую культуру. Возможно, даже в этом году и овощную. От сильных морозов этой зимой пострадала неожиданно красная смородина. Но я думаю, что это из-за того произошло, что сорт все-таки челябинский великан, родина Урал. Но у нас, к сожалению, местных сортов красной смородины нет. Но, в общем-то, он меня устраивает. Но вот в этом году не весь куст, а частично повредился. Здоровые ветви видно сразу. Листья распускаются, кисти. А вот ветви на которых ничего нет, вот как на этой, однозначно уже на поперечном срезе вы увидите бледно-зеленый такой окрас. Хотя должен быть интенсивно зеленый, сочно зеленый, я бы сказал. Ну, такие ветви надо вырезать. Но в отношении вот таких ветвей, обратите внимание, листьев нет, одни кисти. Но я думаю, что эта ветвь тоже через какое-то время погибнет. Подмерзание у ней все равно есть, и ягоды будут мелкие. Наверное, лучше не мучить растение, кустарник, а полностью удалить эту ветвь, чтобы растение тратило свою энергию, свои силы на оставшиеся. Так что проведем ревизию красной смородины и удалим от ветви. Как видите, их не так уж и мало на этом кусту. Удаление нужно проводить до основания. Должен заметить, что и черные смородины, мы уже две обрезки с вами делали, и в результате у нас сейчас выглядит превосходно. А вот по красной смородины самое время сейчас такую операцию провести. Перейдем из сада в огород и обратим внимание, прежде всего, на парник. В настоящее время уже растение огурца появилось два, даже три настоящих листа. В принципе, идет развитие нормальное, цвет зеленый. Но появилась неприятность, которую я не хотел бы видеть, но она произошла. То есть отдельные растения начали падать. Когда вы их выделите, вы обратите внимание, что здесь пережим, то есть корневая гниль. Значит, в некоторых лунках почвенная смесь содержит возбудители корневой гнили. Но все-таки мы парник используем, многократно землю перекидываем. Желательно бы, конечно, было в лунке завозить свежую землю. Но что делать? Я думаю, паниковать не надо. Во-первых, вот в этой лунке я удалил несколько растений. Подсадил еще огурцы семенами. Но они чуть позже зацветут, позже будут плодоносить. Даже более равномерные урожаи будете собирать. Ну и второе, для профилактики, вернее, даже для подавления распространения корневой гнили возбудителей, вот применил препарат фитоспорин М. Это биопрепарат. Я периодически пользуюсь. И, в общем-то, на мой взгляд, эффект есть. Хотя, возможно, сейчас в продаже появились и другие препараты для подавления именно корневой гнили огурца. Так что, если вы не уверены, что у вас все чисто, вот в лунках смесь, наверное, лучше даже для профилактики сейчас приобрести, кстати, в нашем спонсорном магазине Садем, и обработать. Ну а если появились, тем более нужно применять. Так что, внимательно понаблюдайте за дальнейшим ростом развития растений огурца. Обратим внимание и на лук. Ну вот мы на участке, например, выращиваем лук репчатый тремя способами. Через севок, значит, через рассаду лук-эксибишин и семенами чернушки. Ну, я думаю, каждый способ имеет свои преимущества, свои недостатки. Можно их все три применять, можно только два, вообще можно только один. Выбор за вами. Ну, хотел бы, чтобы вы все-таки более серьезное внимание обратили на лук-эксибишин. Вот так выглядит рассада лук-эксибишин. Она была пикерена в эти стаканчики где-то примерно 7 мая. И это растение я оставил как бы элитное. Хочу получить рекордную луковицу, ну, может быть, около килограмма, может быть, даже большей массой. Остальные из стаканчиков высажены. Конечно, при выращивании в стаканчиков идеально корневая система не нарушается, приживаемость стопроцентная, растение практически не болеет. Вот обратите внимание, по схеме фактически 20 на 20 до получения более крупных луковиц высажены эксибишин 10 дней назад. Ну, кончики пожелтели. Это еще на стадии выращивания в стаканчиках. Видимо, когда-то вот не долил и сразу реакция. А так, ну, нормально растет, развивается. Препарат, значит, я здесь уже землин применил. Через пару недель еще раз буду применять. Нужно 2-3 раза, даже 3 раза в неделю поливать, потому что корневая система все равно находится в верхней части. И если у вас почва тяжелая, то для доступа к кислороду к корневой системе берем вот такой рыхлитель небольшой и рыхлим междуряди. Ну, и также, если вы чувствуете, что растение слабо развивается, то можно подкормить. Но здесь я внес достаточно много перегноя с парника прошлогоднего, поэтому я не собираюсь сделать подкормку. Ну, а так вы можете применить любое подкормочное давление, минеральное, комплексное, та же кемера, фертика, либо даже настой коровика, настой биогумуса. Ну, опять же, выбор за вами. Но эту подкормку нужно провести один раз, и ни в коем случае не одним азотом. То есть не рекомендую применять селитру и мочевину, потому что перо у вас вырастенится, и оно просто упадет. Это что касается лука-оксибишин. Четыре голландские гибрида лука репчатого посеяли семенами 7 мая. За стандарт взят известный гибрид корона. Много лет назад я его проверил. Он формирует хорошие луковицы, возревает. Ну, и вот для сравнения новые гибриды. О них, я думаю, позже скажу. Посеянный литками через пельвины 15 см. Несколько загущен. Но, во-первых, семена неизвестны. Не было гарантии, что они 100%. А, во-вторых, обычно потом будешь продергивать и использовать на салаты лишние растения. Здесь я тоже уже применил препарат землин. И нужно поливать почаще, потому что корневая система только находится вообще в верхнем слое, в отличие от сибишина. И также мы рыхлим между ряди. Ну, и в завершение хочу еще раз обратить ваше внимание на обработку против луковой мухи. Если вы запоздали, сделайте ее срочно сейчас. Но я уже не уверен, что поражения не будет. Потому что муха откладывает яйца обычно возле растения, непосредственно на почве. И затем личинки начинают поражать все растения. Так что, тот, кто обработал, тех я поздравляю. Кто нет, но, извините, мы, может быть, сами содействовали получению червивого урожая. И в жару, и в непогоду томатон обеспечивает плодообразование. Томатон экономичен, обрабатываются только новые соцветия. Удобен. Раствор можно хранить и применять весь сезон. И, главное, эффективен. Пустоцветов нет, а урожай созревает на неделю раньше. Томатон. Ранний и обильный урожай. Федорина счастье. Против крыс, мышей, тараканов и садовых муравьев. Свежие фрукты в любое время года. В торговых центрах «Абсолют». Виноград Италия – 129 рублей. Киви – 99 рублей. Яблоки Европа – всего от 50 рублей. Бананы – 55 рублей за килограмм. «Абсолют» – гарантируем качество и по-настоящему низкие цены. Я выбираю мото-культиватор «Викинг». Он просто удобен в эксплуатации, надежен, сделан в Австрии. С ним легко работать. Техника «Викинг» в сети магазинов «Техноцентр». Компания «Кристофер» представляет все самое необходимое для сада вашей мечты от Керхер. Подготовка межевых и технических планов на объекты недвижимости. Оценка имущества в Лан-Удэ и Республике Бурятия. Сжатые сроки в режиме одного окна. Региональная БТИ на Тобольской. В продолжение темы о луке хочу показать вам свой опыт по выращиванию семян лук-эксибишин. До этого года я всегда высаживал маточную луковицу в грунт из емкости. Ну, где-то примерно к 20 мая это уже произошло. Я думаю, пока идет все нормально. А в этом году я решил испытать другой вариант. Когда емкости луковицы остается, это 14-литровое ведро, никакой пересадки, перевалки не было. Ну, сказать сейчас трудно. Может быть, даже они развиваются одинаково, но выигрыш этого способа будет заключаться в том, что я, допустим, в августе в конце могу занести в теплицу, и дозревание будет прямо проходить уже в теплице. Наверное, это будет лучше. Ну, и вообще, хотел бы обратить ваше внимание на свободные участки между молодыми кустами. Вот кусты смородины, происходит здесь замена сортов, на виду с большими кустами, есть и совершенно молодые. Ну, корневая система находится фактически на уровне, если проекции этого куста, здесь пространство свободное. Предлагаю занимать их раннеспелыми сортами и гербидами капусты. Вот капуста пекинская, высаженная голландской гибридой таранко и моноко. В середине лета мы их скушаем, и это листья смородины разрастутся, и, в принципе, никто никому не мешает. Ну, и также можно между кустами выращивать цветную раннюю капусту, например, Гудман, Оапал, вот в этом году я испытываю второй гибрид. Ну, и белокочанную раннюю, Сюрпрайз, например, у меня, и впервые испытываю суперраннюю голландскую капусту Этма. Также между рядами со временем, в середине лета, мы все это скушаем, так сказать, поверхность освободится между кустами, и здесь никто не пострадает. Так что, получать урожай ранней капусты можно и при посадке в саду. И в завершение, уважаемые огородники, хочу посоветовать вам, все-таки, несмотря на не очень устойчивую погоду, посадить томат в открытый грунт. Ну, прогноз до 7 июня показывает, что заморозков не ожидается, но в конце концов, если мы посадим томат без кольев, вот как я уже начал делать, то мы можем подстраховаться, закрыть на случай заморозка нетканным укрытым материалом. К счастью, в продаже его много, плотность 30-40 граммов, поэтому запаситесь материалом и смело сажайте томат в открытый грунт. Ну, как это сделать? Прежде всего, моя система основана на изготовлении вот таких канавок, это канавочный способ, удобно поливать особенно, удобно ухаживать. Ширина канавки должна быть 55-60 сантиметров, ну, а длина, она соответствует ширине вашей гряды. И вот плотность вот такая вот, в этой канавке три растения. Голландский гибрид бенито, консервный, он низкоростный, чтобы не затеняли его более высокоростные сорта, я как бы к солнечной стороне его гряды сажаю, а кунолейский к задней стороне гряды. Ну, это тоже надо учитывать. Вот так выглядят растения рассады, вылеченные в стаканчики диаметром 8,5 сантиметров. Значит, оптимальная фаза – это начало цветения первой кисти. Чем удобны эти стаканчики? Тем, что, конечно, великолепно высаживаются, приживаемость моментальная. То есть мы выиграем в темпах роста и развития томата. Во-первых, удаляем, проливаем сначала стаканчик, удаляем со щипыванием сорняки, а дальше просто выдавливаем. Вот сам стаканчик, это донцы. Посмотрите, как прекрасно выглядит корневая система, она полная. И, значит, самые ценные корневые волоски, которые мы, может быть, не видим простым глазом, они здесь все сохранены. Удаляем нижние листья. Все равно мы будем сажать боковым способом. Я думаю, что это очень правильно развивается корневая система дополнительная. Так что я сощипываю два листа. Ну, а далее берем совок и делаем канаву под небольшим уклоном. Для меня не имеет значения, на какую сторону сажать. Главное, чтобы растения были равномерно расположены. Вот таким образом располагаем и берем печную древесную золу. Ну, примерно столовая ложка вот золы посыпаете корневую систему и вот эту часть стебля, потому что там тоже будут дальше развиваться корни. Зарываем. Вот так посажено первое растение под небольшим углом. Повторяю, коли мы ставить не будем, подождем более устойчивой погодой, но с тем, чтобы можно было закрыть быстро некранным клюным материалом. После того, как мы прикопали, значит, поливаем водой. Вот при такой системе, когда выращиваете в стаканчиках, я думаю, канавку проливать сразу не надо. Нет необходимости, а прилить нужно вот именно сейчас. Вода должна быть подогрета в бочке на солнце. Ну, вот таким образом растение томата посажено. На страничке программы, уважаемые телезрители, я увидел ваши очередные вопросы. Сейчас я на них отвечу. Так, Георгий спрашивает. Подскажите, как вы садили картофель с помощью культиватора «Викинг». Мы пробовали, но грунтозацепы закапываются в землю и не тянут окучивателей. Ну, такая проблема была и у меня в свое время. Но я поменял положение рукоятки и стал лучше придавливать, сильнее придавливать рукоятку. И в результате никаких зацепов, закапываний нет. Так что попробуйте, у вас все получится. Татьяна, в теплицу у томатов закручиваются верхние листочки. Подскажите, чем полить или подкормить? И второй вопрос. Прекрасная рассада перцев еще в ящиках для рассады при высадке в теплицу начинает вянуть и погибло. Отчего это могло случиться? Но по томату хочу заметить, что, как правило, закручиваются верхние листья при перегреве томата. Но были жаркие дни, наверняка у вас очень жаркая теплица. Наверное, вы не открыли вовремя. Я думаю, что это главная причина, потому что вируса сейчас никакого не должно быть. А по поводу перца, перец вообще очень капризная культура. Плохо пересаживается, плохо приживается даже, когда выращивают в стаканчиках венедуальных. А если вы выращивали в ящиках, то, конечно, растения будут болеть. Я думаю, что результат, то, что гибнет у вас после высадки в теплице рассада перца, это как раз в этом и заключается. Нужно выращивать в венедуальных стаканчиках и очень аккуратно высаживать перец. Вопрос от Анастасии. Посадила в теплицу огурцы с семечками. Рассада взошла, но через неделю листики, как будто кто-то отщепнул. Что это такое? Первый раз с таким сталкиваюсь. Хочу заметить, Анастасии, что я тоже первый раз сталкиваюсь с таким явлением. Подозреваю, либо это повреждение каким-то вредителем, который распространился у вас в теплице, либо, значит, заболевание. Возможно, корневая гниль, потому что, когда поражает поражение корневой гнили, листья тоже вянут, но они именно вянут вначале, а уже позже отваливаются. И, наконец, в любом случае, желательно было бы посмотреть ваши растения. И, наконец, завершающий вопрос от Елены Валентиновны. Хочу соорудить на своем участке мини-прудик с альпийской горкой, где можно купить все для этого. Ну, похвально ваше желание украсить участок и сделать его более красивым, так сказать. Но я пока видел в одном месте, в сады, в магазине на Кирово-19, и специальный мини-прудик, и специальный фонтан. И я думаю, что там вас обязательно проконсультируют, ну, как ухаживать за этим прудиком, как ухаживать за растением. Ну, и, наверное, вам подскажут вообще, как обращаться, в том числе и с альпийской горкой. Спасибо вам за вопросы, уважаемые телезрители. Я продолжаю ждать их. Ну, и хочу в завершение нашей программы пожелать вам, все-таки, я не думаю, что риск большой, но высадить томат в открытый грунт именно в эту субботу-воскресенье. Но при этом не забудьте где-то недалеко держать нетканный и укрымной материал. Всем желаю прекрасного настроения, хорошо и плодотворно поработать на участке, но не забывайте, отдыхать тоже нужно. Всего доброго! Все для красоты и отдыха на вашей даче. Садем. Забота о процветании. Широкий выбор средств защиты от вредителей. Садем. Забота о процветании. Удобрения Байкал и Тамир теперь с новой этикеткой. Спрашивайте в магазинах города. Огромный выбор теплиц и укрымной пленки в садовых центрах Садем. Теперь и на Бурводе. Все для красоты и отдыха на вашей даче. Садем. Забота о процветании. Свежие овощи в любое время года. В торговых центрах Абсолют. Помидоры 58 рублей за килограмм. Огурцы 53 рубля. Свежая зелень 21,90. Торговые центры Абсолют. Гарантируем качество. И по-настоящему низкие цены. Я выбираю мото-культиватор Викинг. Он просто удобен в эксплуатации, надежен, сделан в Австрии. С ним легко работать. Техника Викинг в сети магазинов Техноцентр. Компания Кристофер представляет все самое необходимое для сада вашей мечты от Керхер. Подготовками живых и технических планов на объекты недвижимости. Оценка имущества Улан-Удэ и Республики Бурятия. Сжатые сроки в режиме одного окна. Региональная БТИ на Тобольской. Редактор субтитров А.Семкин